Йоу, братва, нет времени объяснять, я быстренько залетаю к рулетке и уже готов выбивать себе новую тачку. А, подожди, оно реально докрутит до машины? Лада 21.01, лучше бы уже выпали патроны на воздушку. И вуаля, наконец-то пошел прогресс. За ночь в офлайне у меня купили 6 кейсов Путь Война, и это при цене 89 тысяч. Что будет дальше, я даже боюсь представить. Опачки, а в киосках-то начинают появляться джинсы. Правда, ценник за них слишком оверпрайз, и ой-ой-ой, вы посмотрите, кто продает огненный плащ за 43 миллиона. Тот самый Ростфлекс, который передумал покупать мои оперские кейсы. Ну и во втором киоске Влад Виски тоже делает грязь, вот откуда у него так много футболок. Возвращаемся к первому и выкупаем джинсы по оверу за 400 косарей. Жертвуем 60к на благотворительность, плюсуем 300 тысяч с киосков, решаем вопросы с кораблем в Майами, ну и подаем объявление о продаже своего дракончика. Цену я указал 31 миллион, и ладно, это было чисто для батл пасса, свой сет я трогать не буду. Очередная свалочка в 11.00, и как вы можете заметить, по последним сериям она вообще не кормит. Обычную тряпку собрать можно, а по остальным предметам как-то тухло, мне не понравилось. Забираем по приколу телевизор, передаю привет всей своей братве, ну и доставляем клиента прямиком к огороду. Деньги я люблю, и 240 тысяч за два дня прям сгодится. Ну и что ж, давайте разбираться с хламом. Две шкуры оленя, которые валялись полгода в багажнике, вышли на 30к. И подожди, интересный вопрос задал Саня, у него реально кто-то их купил за 300к? Ну слушай, если есть такой спрос, это сигнал хороший, ну и продаем технику в антиквариат. Телефончики, кстати, сломанные, на 25 тысяч вышли, а все остальное я закину в киоск. Только понижаем минимальную цену, и маски, шляпы, все это пускай улетает за сущие копейки. Я честно сказать был готов все выбросить, но думаю 200-300 тысяч лишними никогда не бывают. Первая маска продана, спасибо за 44к, ну и молфоечек решил вспомнить молодость. Переоделись в форму, и если судить по рабочим машинам, мусороводщик вообще не пользуется спросом. Хотя сам автомобиль в скорости пофиксили, едет очень бодренько, и если я даже не ошибаюсь, мусорок стало больше. Задание батлпасса выполнил, и вот интересно, а что здесь вообще по папкам? Ааа, я приехал на свалку, и разгрузиться не смогу, потому что грузовик загружен не на 100%. Гоним эту телегу прямиком на контейнеры, и вот этому пареньку я не собираюсь отдавать одежду. Сегодня желание немного полудоманить, поэтому контейнер и ушел со 1,4кк, а внутри у нас, как всегда, скамина. Обидно, господа, и конечно же я приехал в казино, где давайте хоть попробуем найти лутиков. Схема в принципе рабочая, иногда может фортануть на скупку, и вот Пауль предложил скин Томаева за 18 миллионов. Бюджета моего явно не хватит, и подожди, что от меня хочет этот бомжик? Ооо, смотри какой милый ты пил. Так ты дебил, это это Амино Флоренсен, а это Малфой или чё? Амино, Амино. Малфой, 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 Малфой. Привет, отойди, скриншотчусь. Отойди. Стой, сейчас я телефон достану, подожди. Да где ты себе, уйди. Я, кстати, твои путь бомжа сотрел. Представь, ты слышишь, Дед, мы встретили Малфой? Малфой, это вообще капец. А мы на видосе Малфой? Ебать, слышишь, Дед, мы на видосе, ебать. Киндред, мы на видосе, ебать. Как же я там буду популярной. 551 фишка улетела, тут нужен Дадеб ровно 1000, которую мы ставим на второй сектор. Выпало 11, я вас услышал. Очередной Дадеб 1000 фишек, и падает вообще цифра 0. Я не знаю, в чем прикол, но окей, Дадеб еще 2000 фишек. Ракетка Томаева что-то не работает. Будем играть в Кости, где бом, десятка, сюда. А Челу выпало 12, я понял. Вторая ставка, выпала цифра 2, и тут без комментариев. Дадеб сейчас пошел на все деньги. По наличке у меня остается 815 рубосей, это просто пыль. И еще вверху экрана минус уважение. Первую затащили, вторую затащили, и третья тоже вин. Вот, кажется, весенняя только что вернулась. Продолжаем играть ставка за ставкой. И подожди, подписчик, ты сейчас серьезно? Ты меня подождешь, я отойду на 20 минут. Мы поедем с собой кататься. Я пойду маме помогу и приду. Может уеду еще не отмой. Ну давай тогда, брынка сейчас. Я понимаю, что он ушел помогать своей маме, но ждать его 20 минут, а я тут все бабки солью. А не, пацаны, походу я реально накаркал, потому что сливы идут один за другим. Все, это была последняя. Я на полном серьезе всадил все свои бабки в казино. И знаете, кого мы сделаем виноваты? Конечно подписчика. Вот если бы я его не ждал, я бы точно ушел бы раньше. Так, братва, а вот это уже какой-то прикол. Разве такое в жизни бывает? Прошло всего лишь 2 часа, у меня купили реально много всякого барахла. И кейсы Путь Воина 17 штук, тут они были по низу рынка, и номерной знак с гелика, и самый прикол 5 кейсов, черное золото и один на перской сюда. Я честно сказать не верю в такие моменты, и прям ну слишком вовремя залетели такие продажи. Если это расчехлился рост флекс, я только обрадуюсь. Ну и пулей влетаем в банки, снимаем свои законные 15 миллионов. Вот теперь можно делать ювелирный камбэк в казике. В минусе я ровно на 6 лямов, и желательно бы отбить все свои потери. Закупил я 5 кафишек, и так как в кости они не играют, будем тащить ракетку. Ставочка со ставочкой, а у меня на балансе уже 10 тысяч фишек, и давайте быстренько в кости. Ааа, ну тут уже пошел слив, и продолжать играть дальше это будет только в минуса. Не, братва, у меня на балансе был косарь, но каким-то чудом я смог опять вернуть все деньги. Эти качели очень сильно меня утомляют, и в принципе выпало 10, и мне достаточно. Господа, слава богу, я ухожу, слава богу, я смог остановиться, а то был бы как этот Мелвин, у меня была бы примерно такая же реакция. Продаем 15 тысяч фишек, и вуаля, на балансе 25 миллионов, а значит я еще умудрился выйти в 4 ляма чистого профита. Перемещаемся в ТЦ, и вот в данный момент я вообще без понятия, что хочу, и как мне лучше действовать. В идеале нужно пустить эти кейсы в оборот, но с другой стороны с кейсами сейчас очень большая лажа. Вот такой вот клетчатый легендарный рюкзак за 400к, но в БП его все сейчас получат, и думаю нет. Ладно, окей, покупаем 3 кейса черное золото за 4 миллиона, и думаю на этом и остановлюсь. Цены слишком разбросаны, вот есть по 1 750, есть дороже, есть дешевле, и желательно бы найти мажора, который скупит все эти кейсы. Он выкупит весь рынок и сможет дальше диктовать уже свои условия. Опачки, тут подписчик написал, что сейчас должен быть слет, списали 3 гаража и 61 дом. Так слушай, транспорт у меня есть, и давайте попробуем что-то словить. Есть локация с красивыми домиками в Батырево, и просто будем втыкать миникарту. А нет, Джо Банана написал, что слетел аукцион и был слет, но к сожалению зеленых иконок я не увидел. Да и конкуренция, я вам скажу, серьезная, нужно хотя бы мотоцикл купить для ловли. Залетаем в свой киоск, я просто надеюсь на чудо, выставляем 3 кейса с небольшой наценкой. Йоу, братва, я снова в игре, но по уведомлениям только эликсир регенерации, обидно. Вроде стараешься, оно идет так медленно, и опачки, это шо еще за стоны такие? Ах, милотку, да, ссори, а мне на флоренца малфой. Ну шо, как оно, брат? Стой, блядь, я твой самый агрессивный подписчик, давай скринсу. А можешь в этом, в ролике меня засветить? В смысле, оп, типа ничего не обещаешь? Не-не-не, от него нужно убегать, и слишком повышенная активность игроков. Это на вас так жара влияет или что? Ну хотя, кстати, эта парилка повлияла и на меня, потому что как адекватный человек может потратить 555 тысяч на обычные джинсы для крафта? Да, я знаю, это бред, но все познается в сравнении. Если я купил бы эти джинсы за миллион, это был бы совсем другой уровень кринжа. Ну и умеете вы цены указывать, шо меня аж удивили. Как говорится, свалочка кормит, и я уже в какой раз пытаюсь найти одежду. Такое чувство, что шанс спав на ключа больше, чем шанс спав на футболке. Ну просто ничего нет, я бежал каждую кучу, ну реально все впустую. Не спрашивайте, как я оказался в больничке, но тут опять у нас дискотека, и по голосовому чату реально людей паяет. Напишите в комментариях, какая у вас сейчас температура, а я пошел балдеть под кондиционером.